Здравствуйте, уважаемые товарищи! Вчера, 11 июня, по многим средствам массовой информации, прошло сообщение о том, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на сессии Международной Организации Труда, сказал, что в будущем вполне вероятен переход к четырехдневной рабочей неделе. Ну вот об этом сообщили все, кто мог только. Ну и, разумеется, это рисует, так сказать, выступившего как человека передовых идей, который устремлен в будущее. Ну, я думаю, что надо внимательнее присмотреться к этому факту и подумать над тем, собственно, кто за что выступает и каков смысл этих выступлений. Ну вот, первое, я должен сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев, он скажет, что в будущем будет четырехдневная рабочая неделя, а вот ровно год назад правительство, которое возглавлял Дмитрий Анатольевич Медведев, внесло в Государственную Думу проект закона о повышении пенсионного возраста. Да, это вот не будущее, это уже прошлое. И как-то даже думаешь, неужели это один и тот же человек? И как мы должны судить о людях? По тому, о чем они говорят или по тому, что они делают? Вот сделал он следующее, что внес этот проект и правительство, которое он возглавлял, и он лично этот проект отстаивали, настаивали на том, что надо увеличивать возраст выхода на пенсию. Так, если мы подумаем смысл увеличения возраста выхода на пенсию, это означает, что Дмитрий Анатольевич предлагал, и уж не только предлагал, а потом прямо навязывал, да, и, так сказать, те, кто его поддерживали во власти, навязывал народу увеличение рабочего времени в течение трудовой жизни. Потому что если ничего не менять, то по нашим расчетам люди, которые будут уходить на пенсию при более высоком пенсионном возрасте, отработают за жизнь на 20% больше времени, я имею в виду часов труда, чем те, кто выходил на пенсию до повышения пенсионного возраста. Это прямо удлинение рабочего времени. И вот этот самый человек, который по факту удлинил для всего народа трудовую жизнь на 20%, если читать, отработанные часы, значит, он рисует светлое будущее и говорит о сокращении рабочей недели до 4 дней. Ну и даже нашлись ссылки на некоторый опыт. Вот мне очень понравилось. Чем подтверждается такое вот предложение и такой проект? Ну вот, оказывается, в Новой Зеландии есть фирма, которая работает теперь 4 дня в неделю. Вот одну фирму нашли во всем мире. В Новой Зеландии именно где-нибудь, за тремя морями и океанами. Это вот далеко глядит Дмитрий Анатольевич. И вот в результате производительность труда повысилась на 20%. Часовая производительность труда. Я бы хотел сообщить Дмитрию Анатольевичу, вот я лично знаю такой факт, если надо, я готов представить эти данные, что в одной из наших компаний совсем недавно было проведено такое вот обследование, когда трудовую смену сократили с 12 часов до 6 часов. Как вы думаете, Дмитрий Анатольевич, насколько вот выросла трудовая отдача? Около 40%. Это не в Новой Зеландии, это вот в России. Ну, как-то всегда нет пророка в своем отечестве, и все, что в России делается, как-то малоинтересно. Если уже брать примеры отдельных фирм, это раз. Во-вторых, Дмитрий Анатольевич, вот можно было, конечно, бы посмотреть не пример отдельной фирмы, а пример целой страны. Вот когда в конце 20-х годов произошло, так сказать, такое событие по решению партии и правительства, то есть по решению товарища Сталина, давайте вещи своими именами называть, по инициативе товарища Сталина. А решение было, конечно, партии и правительства, начался переход к 7-часовому рабочему дню. Вот посмотрите, насколько увеличилась производительность труда в эти годы. Такой сумасшедший был экономический рост. Но это вот не то, что сейчас происходит. Вы, конечно, можете сказать, и те, кто опасаются такой меры, что, ну так вот, если мы сократили рабочую смену до 7 часов, то выросла интенсивность труда. Надо сказать, что на самом деле, то есть затрата труда в единицу времени, и поэтому, дескать, нет производительности труда, а изменения, а есть только изменения интенсивности труда. Но надо понимать, что мы считаем производительность труда при нормальной интенсивности труда. А вот какая нормальная интенсивность труда, это во многом зависит от трудящихся. Если они сталкиваются с 17-часовым рабочим днем, вот они, так сказать, соответственно и трудятся, растягивают свои жизненные силы, которые не беспредельные, совершенно правильно поступают. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, если люди работают 19 часов, у них интенсивность нормальная Очень низкая Специальные люди берегут себя, потому что другого не могут То есть это как замедленное кино Вот вся наша экономика сейчас, это как замедленное кино Поэтому что же вы хотите, каких-то темпов высоких, темпов роста, развития Но замедлена страна, потому что люди понимают, что работают они очень долго, каждый день, каждую неделю Да еще на жизнь подкинули, будь здорово, сколько Неужели они будут быстрее работать? Вот вся экономика, это замедленное кино И вы хотите увеличить темпы экономического роста Но это просто смешно Поэтому, на самом деле, сокращение рабочего дня, о котором я говорил Безусловно, дает и прирост производительности труда В том числе за счет того, что люди начинают просто энергичнее работать Использовать резервы, которые в обычном, так сказать, трудовом режиме Вот этом, в обычном, имеется в ненормальном, а в сумасшедшем трудовом режиме Предполагающем 19 часов рабочего дня или больше Они эти резервы придерживают, не используют Если говорить о рабочей неделе в целом по России То вот хорошо, конечно, мечтать о переходе к четырехдневной рабочей неделе С одной стороны, а с другой стороны Вот происходит, на самом деле, прямо противоположная картина У нас рабочая неделя, ее продолжительность увеличивается И уже какая там нормальная продолжительность рабочей недели в 40 часов? Уже 44 часа Вот в 16-м году, в 17-м, я думаю, сейчас картина не лучше Тут получается, что с одной стороны говорят о том, что будет когда-то А с другой стороны, по факту, мы имеем увеличение продолжительности рабочей недели Я думаю, что премьер-министры могут позаботиться о том, чтобы сегодня навести порядок С соблюдением трудового кодекса, трудовых прав работников И тогда уже можно было как-то уместно рассуждать о том, что будет Ну и еще, на что хотелось бы по существу обратить внимание А почему идет вообще разговор о сокращении количества рабочих дней в неделю? О рабочей неделе? А почему не идет речь на сокращении продолжительности рабочего дня? Да, кстати, не одно и то же Вот было сказано о том, что сокращают, будут вводить рабочую неделю, 4-х дневную А вы что-нибудь, уважаемые товарищи, слышали о том, что было сказано Что, соответственно, при прежней продолжительности рабочего дня Ведь можно так сократить рабочую неделю? Ну, например, вот она считается нормальной продолжительностью 40 часов Сейчас, по трудовому кодексу Хотя, на самом деле, по факту, она 44 часа И вот представьте себе, что мы вводим 4-х дневную рабочую неделю Но не меняем общую продолжительность рабочей недели И что тогда будет? Будет просто 10 часов в день И у вас будет 3 выходных, оплачиваемых выходных И по 10 часов вваливаете Как это? Я думаю, что не очень понравится трудящимся Потому что все прекрасно понимают Что при таком режиме труда Эти выходные, это просто вот прийти в себя Первый день приходишь в себя Второй день А третий день уже готовишься снова выйти на эту каторгу труда Потому что по 10 часов в день вваливать С учетом того, что мы еще должны доехать до работы По большим городам Это туда час, обратный час А если еще берем маятнику и миграцию Когда из пригородов Москвы туда едут электрички Забитые, значит, полтора-два часа туда То есть, короче говоря, люди жизни не увидят Зачем же так говорить Формулировать задачу Как сокращение продолжительности рабочей недели Имея в виду переход на 4-дневную рабочую неделю Ну, еще раз говорю Что вот, во-первых, слабо верится в том Что тот человек, который санкционировал И продавил увеличение продолжительности жизни На 20% Будет теперь биться и бороться за то, чтобы вести 4-дневную рабочую неделю Или, по крайней мере, вести ее так Чтобы уменьшилось количество часов, отработанных за неделю Едва ли Ну, а вот главное, что умалчивают люди, говорящие об этом О том, а какая же будет продолжительность рабочего дня Между прочим, это ключевой вопрос И давайте вспомним историю и посмотрим на перспективы Рабочий класс всегда бился И не только России, но и международный рабочий класс За сокращение рабочего дня Потому что все прекрасно понимали Что от продолжительности рабочего дня зависит Сколько вы израсходуете сил И сколько вам понадобится времени Для того, чтобы восстановить ваши силы А если эти втесения рабочего дня К затраты рабочей силы будут чрезмерны Вам вообще никакого времени Отдыха не будет хватать Для того, чтобы восстановить здоровье Вы просто надорветесь за эту чрезмерную продолжительность рабочего дня За это время Надорветесь И потом хоть 3 дня в неделю гуляете Уже ничего не изменится Так вот Не случайно По инициативе Маркса И коммунистический интернационал Подхватил идею Всегда люди бились за сокращение рабочего дня Сначала до 8 часов И вот первая программа нашей партии Заметьте, там ничего не говорилось о продолжительности рабочей недели А о 8 часовом рабочем не говорилось И понятно Что при фиксированном количестве отпусков И выходных дней Сокращение рабочего дня Уменьшает продолжительность рабочей недели Кому это непонятно Но зато было определенно совершенно Что люди Я имею ввиду Представители Российской социал-демократической рабочей партии Не вводили рабочих в заблуждение И не говорили Что мы сократим рабочую неделю Увеличив рабочий день Вот так не говорили Знаете, что если и сократится рабочий день То именно потому, что сократится продолжительность рабочего дня Значит, в 1919 году Вот состоялось Первое заседание Международной организации труда Она была учреждена И вот событие, которое, собственно, отмечал Дмитрий Анатольевич В отмечании которого принимал участие Это столетие со дня учреждения Международной организации труда Так вот, в первой конвенции Международной организации труда Принятой в 1919 году Содержалась норма о том, что рабочий день должен быть не свыше 8 часов Рабочий день Вот с этого начинала Международная организация труда Не с количества дней рабочих в неделю А почему вдруг империалистические державы, а именно они были создателями Вот этой Международной организации труда И это происходило в рамках перемирия между воюющимися державами Почему вдруг они с этой инициативой выступили? Так надо немножко отмотать назад Дело не в том, что Форд Вел 8-часовой рабочий день Форд, на него можно было смотреть как на чудака Как на исключение А дело в том, что в большой стране В большой стране очень В России, в Советской России Уже в ноябре 1917 года Был узаконен 8-часовой рабочий день А по факту он был введен раньше революционным рабочим классом Так вот, под влиянием российского опыта Пришлось вот этим представителям Империалистических держав Которые вообще наплевали благоконные интересы рабочих Которые хотели задушить рабочий класс России, советской Но вынуждены были считаться с растущей популярностью в мире В том числе у рабочего класса их стран Вот лозунга 8-часового рабочей дня и советской власти Вот под этим влиянием они были вынуждены продекларировать Необходимость перехода к 8-часовому рабочему дню Это была первая конвенция Международной организации труда Вот с этого мод начинал И это, собственно, мы сегодня и празднуем Сто лет спустя Поэтому, так сказать, важно как раз Обратить внимание на то, что отвечает коренным интересам рабочего класса А что некоторым побочным, в том числе, интересам Так вот, рабочий класс и его партия Возглавляем Ленина выступали всегда за сокращение рабочего дня Прежде всего Хотя из-за введения оплачивающих отпусков само собой разумеющееся Но ключевое было сокращение рабочего дня Так вот, в том самом 1919 году Когда Международная организация труда приняла норму Которая была узаконена в Советской России Собрался восьмой съезд РСДРПП И вот как вы думаете Значит, в одной стране Колчак, в другой Деникин Принимается программа партии Что же в этой программе? Какой один из ключевых моментов? Момент очень простой Что в дальнейшем при росте производительности труда Введение шестичасового рабочего дня При обязательстве трудящихся Уделить сверх того два часа без особого вознаграждения Обучение технике основам ремесла и производства Технике государственного управления военного дела То есть, в том самом 1919 году Когда вот эти узаконивали Или рекомендовали странам Перейти к восьмой часовому рабочему дню У нас было уже принято партийное решение Что когда закончится гражданская война И будет налажено мирное строительство Будет переход к шестичасовому рабочему дню И это всегда рассматривалось большевиками Как не просто условия сохранения здоровья Ну и как условия, предварительные условия освобождения рабочего класса И успехов его государственного строительства Так вот, в 1927 году Как раз к десятилетию Великой Октябрьской революции Было совершенно понятно, что промышленность восстановлена Производительность труда даже оказалась выше, чем в 1913 году В промышленности Значит, надо выполнять партийную программу И товарищ Сталин, как человек, который очень ответственный был Партийный вождь Инициировал переход к семичасовому рабочему дню Что и было узаконено Семичасовой рабочий день И буквально через пять лет В условиях семичасового рабочего дня Работали 80% рабочих промышленности Советского Союза Вот какая была постановка Разумеется, без понижения зарплаты И давайте вспомним, что это сопровождалось Массовым обучением Техническим обучением Массовым рационализаторством Социалистическим соревнованием Это что, просто на пустом месте Так у людей появилось время для того, чтобы развиваться И не просто появилось Коммунистическая партия Тогда называлась Российская Коммунистическая партия Большевиков Сознательным образом реализовывала этот курс В соответствии с своей программой Вот на этом возрастали наши успехи Да, война многому помешала Война заставила Отбросила в этом отношении назад Заставила работать по восемь часов Но когда война завершилась И когда подходила к концу восстановления народного хозяйства Разумеется, руководитель партии Я имею в виду, товарищ Сталин Уже остановился о том, чтобы вести Пятичасовой рабочий день в перспективе Но до этого заниматься реализацией программы партии Значит, переходом к шести часовому рабочему дню Мы знаем, что Сталину это не удалось сделать Ну вот, по времени уже было Так отпущено ему было мало прожить Ну и к власть пришло, так сказать, Хрущев Сначала не он Ну вот, короче говоря Мы знаем теперь по факту истории Что ревизионистское руководство То есть, кто такие ревизионисты? Это те, кто пересматривают основы марксизма и ленинизма При формальном соблюдении При формальном признании марксизма и ленинизма Только вот Видные ленинцы Так называли его Калевреты и Халуи Хрущева Значит Тоже этим вопросом занимался Ну как занимался? Значит, во-первых Надо было, конечно, вернуться к тому, что было при Сталине Ну, надо было как-то вернуть Семичасовой рабочий день Потому что неудобно было вот так поливать Сталина И в то же время сохранять норму Которая была естественна для условий войны Значит, вернули Причем был принят закон такой Что вот К началу 60-х годов завершить переход К семичасовому рабочему дню То есть, короче, восстановить то, что было раньше И больше того Был закон В законе было записано Принято в 60-м году Что в 64-м году Надо начать переход К шестичасовому рабочему дню Вот в 64-м году Значит, товарищ Хрущев Это, значит, провозгласил В программе партии было записано А что было записано? В программе партии Которая была Третья программа партии Принята Два стороны съезда В 1961 году А было записано Что, значит, в дальнейшем В течение 10 лет Совершить переход К шестичасовому рабочему дню Или К 35-ти часовой рабочей неделе При двух выходных днях Вот Что это получается? Это означает Что вот начался переход Подмена Курса на сокращение рабочего дня Курсом на сокращение Рабочей недели А что значит 35 часов при двух выходных? Это означает Что вот тот рабочий день Который был введен В 1927 году Предлагался узаконить Узаконить, да И сохранить на перспективу Ну, вот Добавив один Выходной день То есть как раз Вот то, что Дмитрий Анатольевич Так что не делает Простите Я неправильно характеризую Обещает в качестве будущего Вот Товарищ Хрущев Или господин уже Хрущев Обещал в качестве будущего Советскому народу Что будет Пятидневная рабочая неделя После шестидневной Ну, вот Правда Будут работать люди Столько в день Сколько они работали И до того То есть Семь часов Значит Вот Хрущевская линия Была как раз на то Чтобы уйти от задачи Коренной задачи Для рабочего класса Сокращение рабочего дня Которая совершенно необходима Для сохранения здоровья Рабочего класса Для его Интеллектуального Нравственного развития Для полноценного Участия в государственном управлении И на этой основе Для борьбы За полное уничтожение Класса Вот От этой задачи Ревизионисты Разумеется Стали уходить Значит Больше того Напоминаю Что В 1967 году 7 марта Вот в канун Как раз Женского дня Большого дня Праздника Значит Был Принят Закон О переходе Какой неделе Опять-таки Вот К 5-дневной Рабочей неделе При двух выходных 5-дневной рабочей неделе При двух выходных И я вот Однажды выступал На конференции Человек старшего возраста Сказал Что вы критикуете Этот Значит Эту меру Этот Я помню Мы детьми Прыгли от радости Вот я должен сказать Что очень многие люди И не только дети Иногда прыгают От радости Там Где можно было Поскорбить Вот мы совсем недавно В соседней республике Знаем Тоже очень многие прыгали На площадях Уходили и прыгали И что допрыгались-то Вы подумали Что происходит Вот их-то и там Тоже прыгали от радости А что Радовалось Еще появился Выходной день А что Произошло С продолжительностью Рабочего дня А ничего не произошло Просто взяли И 41-часовую Рабочую неделю Поделились Теперь На 5 дней То есть Ввели 8-часовой Рабочий день Тем самым Совершили Исторический Зигзаг И спустя 40 лет После 27-го Года Снова Внедрили 8-часовой Рабочей То есть Отказались От того Завоевания Которое Было достигнуто При товарище Сталине В 1927 году И чего же Вы прыгали-то Дети Малые И большие Тоже Наверное Вот они Думали Что они будут Еще выходной День иметь И что-то Из этого Пребудет А на самом деле Получилось Следующее Что в это время Росли города Значит Транспортные проблемы То есть На буднях Вообще Свободного времени У рабочих Не стало А к этому Еще и добавили Сверхурочные Да и зачем Вообще Считать Часы Когда можно Второй день Отдохнуть Да То есть Вот казалось бы Как мотивировали Что Ну меньше будет Времени Тратиться на Поездки В каком-то смысле Это выигрыш Действительно Меньше времени А то Что каждый день Теперь вы Света не видите Вольного Это вот Не слабо Получилось То есть Вот сделали Такую уступочку В частных Интересах Тем чтобы Ударить По коренным Интересам Рабочего Класса Я должен Сказать Что вот Этот курс На размывание Понятие Того что Рабочий Класс Борется С сокращением Рабочего Дня Был Узаконен Не только В программе Партии Значит Не только Вот этим Законом Он попал Дальше И в трудовой Кодекс И в конституцию Вот если вы Посмотрите Трудовой Кодекс Кодекс Законов В труде Простите Который Принялся В 1918 Году Революционный Трудовой Кодекс Кодекс Законов В труде Там Однозначно Говорилось В статье 84 Продолжительность Нормального Рабочего Времени Не может Превышать 8 часов Дневных Или 7 часов Ночных Часов Нормальная Продолжительность Всегда связывается С рабочим Днем Ну хорошо 22 год НЭП Там допущение Частных элементов Чтобы надежнее Перейти к социализму Статья 94 Продолжительность Нормального Рабочего Времени Как в производстве Так и В других Работах Необходимых Для производства Не может Превышать 8 часов То есть Нормальные Связывали Всегда С рабочим Днем А когда Произошла Подмена А вот Уже В 1971 Году Если вы Откроете Кодекс 1971 Года Вот уже Пошел Развитой Социализм На самом деле Социализм Который Быстро Превращался Рабочего Времени Не может Превышать 41 часов 41 час В неделю Все Про рабочий День И не вспоминали Конституция Развитого Социализма В 1977 Года Вы думаете В Конституции Что-нибудь Есть про 8 часов Рабочий День Который Узаконили На второй День После Победы Великой Октябрь Систической Революции Да нет Конечно Это же Развитой Социализм То есть Идущий На всех Праг Своей Гибели Значит Статья 41 Конституции 1977 Года Право На отдых Гарантируется Рабочей Неделе Не превышающей 41 час Вот Так Забирали У трудящихся У рабочего Класса Его завоевание Так Лишали Возможности Для Укрепления Здоровья Для Облечения Продолжительности Жизни Для борьбы За свои Интересы И не случайно В начале 60-х Году Был достигнут Максимум Продолжительности Жизни В рабочего Класса Россия А после Этого Значит Он был Продолжительность Жизни Уменьшалась Уменьшалась Должен отметить Что 40-часовая Рабочая Неделя Знаете Когда Всплыла Она Всплыла В апреле 1991 Года Вот Когда Значит Демократическое Демократическое Руководство На самом деле Руководство Россия На самом деле Буржуазное Руководство Россия Хотела Получить Какую-то Поддержку Народа Что сделали Ну вот В целях Вот этих Чистых Манипуляционных И 7-минутных Взяли И вот этот Час Который мешал Советским Рабочим Трудящимся Который Знаете Во что Преобразовывался Люди Постарше Меня вспомнят Преобразовывался В так называемые Черные субботы Накапливали Значит Работали По 5 дней По 5 дней Накопилось 8 часов Бац В субботу Тоже рабочие Ну надо же Работать Обязательно Вот этот час Вот без этого Никак не могла Выставить Советская экономика Без этого Никак не могли Выставить Резионисты Да И вот они Приковали Рабочий класс Цепями К этому Станку Так вот Значит Взяли И демократические Руководители Взяли И получили Поддержку Между прочим Люди Это оценили Они не могли конечно понимать Что все это Чем это все это вернется Что какая нормальная продолжительность Сегодня 40 часов Сегодня 44 И больше Но вот тогда Эта мера была Принята Поэтому Весь опыт Который мы имеем Борьбы рабочего класса Свои интересы И поражение В этой борьбе Говорит о том Что рабочий класс Заинтересован В сокращении Рабочего дня И что Отказ от этого курса Всегда маскируется В виде Сокращение Рабочей недели Причем В самом таком худшем виде Это сокращение Количества дней Рабочей недели С умолчанием Того что Продолжительность Рабочего дня Может вырасти Вот мы это с вами Осознали И теперь возникает вопрос Что же делать Вот ждать того будущего О котором Дмитрий Анатольевич говорил Ну вот Дмитрий Анатольевич конечно Хорошо говорил Но вот еще лучше Сказал в свое время Владимир Владимирович Правда не Путин А Маяковский Который говорил Что будущее не придет само Если не примем мер За жабры его комсомол За хвост его пионер Вот так и сегодня Если мы хотим Добиться сокращения рабочего дня За это надо бороться Ну Мы понимаем Что эта борьба Требует организованности Эта борьба Требует Наличия авангарда Политического рабочего класса И В принципе мы посмотрим Есть ли такой авангард И выражена такая задача С кем-то сформулирована Такая задача сформулирована Выражена И закреплена В программе Рабочей партии России В программе Рабочей партии России Говорится о том Что в условиях капитализма Трудящиеся Должны бороться За 6-часовой рабочий день И 30-часовую Рабочую неделю Естественно То есть будет 2 выходных Но если вы каждый день Работаете по 6 часов То вот тогда Рабочая неделя Выходит в 30 часов Без понижения заработной платы Это в условиях капитализма Что касается Условий После победы И возрождения советской власти То тогда Оставится задача При повышении Производительности труда Дальнейшее сокращение Рабочего дня И увеличение времени Оплачиваемых отпусков И можно найти Конкретную задачу На первое время Конечно Введение 5-часового Рабочего дня Без понижения Заработной платы Разумеется Когда Вот Советская власть Будет возрождена Я думаю Что в этом случае Так же Как в свое время Большевики сделали Соберется Рабочая партия России Посмотрит Что нужно Сохранить В программе Партии новой А какие задачи Надо будет уточнить Ну и тогда Эта задача Будет уточнена А сейчас Пока Как будущее 5 часов Я думаю Что на фоне того Что сейчас Безобразие происходит 5 часов Это вполне Нормальная Я имею ввиду Прогрессивная Норма О том Что это достижимо Говорят Научные исследования Я еще раз Напоминаю Книгу Сокращение Рабочего дня Как основание Современного Экономического Развития В которой Говорится Что если бы Все трудоспособные То есть Не было бы богатеев Паразитов Рокеров Брокеров И так далее Игроков На биржах А на самом деле Игроков За счет рабочего Класса И наживающих Стоя на этом Значит Если бы все Трудоспособные Сегодня Участвовали В производстве То в день На одного человека Приходилось бы Полтора От силы Два часа Рабочего времени А дальше Помните Ленинская Формулировка Из программ Партия Дальше Обязательства Надо участвовать В управлении Надо учиться Технике Государственного Управления И военное искусство То есть Совмещать Выполнение Государственных функций И не только Государственных функций То есть Это надо уничтожить Старое изделение Труда Вот о чем идет речь То есть Мир уже созрел Для того Чтобы не только Шестичасовое Рабочение Вводить На производстве А и двухчасовой И меньше Для этого Нужна борьба Целенаправленная Борьба Рабочего класса Ну вот Когда мы говорим Борьба Кажется Вот кто-то Нужен бороться Когда-то бороться С какого конца Начать Может быть Все-таки Дмитрий Анатольевич Если он так вот Высказался Может он тогда Закон будет Соответствующий Проталкивать Но я должен сказать Что есть определенный опыт Вот в свое время Ленинградская Организация Профсоюза Докеров Направила письмо Миронову Значит Руководителю Справедливой России Где написали Что Хорошо бы Вести Четырехдневную Рабочую неделю Четырехдневную Тридцать два часа То есть Докеры вот Не ставили вопрос Скорощения рабочего дня Тогда И точнее говоря Не Докер А те кто Писал это письмо И вы знаете Миронов Хорошая инициатива Хорошая Вот Авторы этого письма Александр Иванович Саржин Уже скончался Уже Я не знаю Много лет назад Ну и как С этой рабочей неделей Она все такая же Поэтому Расчет на то Что Миронов ли Медведев ли Или еще кто-то Будет выступать инициатором Сокращение рабочего времени Расчет на это Совершенно Бесполезен Так как же тогда Если мы попробуем Провести Какого-нибудь Депутата Ну что он может сделать Он может наверное Внести соответствующий Законопроект Но кто сомневается Что Это законопроект В нынешней думе Не пройдет Да и депутата Трудно найти Вот я очень уважаю Олег Васильевича Шейна У него большие заслуги Перед рабочим классом Когда он возглавлял Защиту труда Вот он Был одним из тех Это уже был Финишный этап Который внес Государственную думу В проект Трудового кодекса Разработанный Фондом рабочей академии А конкретно Товарищем Федотовым И товарищем Поповым И вот он внес И получил Большой резонанс И помог Активизации Профессоюзного движения Большие заслуги Олега Васильевича Ну вот недавно Им приходилось Участвовать В съезде В 10-м юбилейном съезде Конференции труда России Значит И вот Товарищ Кальвет Наш известный человек Сопредседатель Российского Компитета рабочих Значит Преседатель Профессоюзного комитета Профессоюза защиты Саровской генерирующей компании Внес такое предложение О том Чтобы В резолюцию Съезда Включить требования 6-часового рабочего дня Вот Олег Васильевич Это не поддержал К сожалению А это наш единственный депутат И опять Что оказалось В резолюции В резолюции оказалось Сокращение Рабочей Недели Ну прямо Как у Медведева Ну боюсь Вот с таким результатом Это будет Между прочим То есть Трудно рассчитывать На то Что где-то сверху Нас кто-то поддержит В этом отношении Будет бороться Проталкивать Продвигать Да и даже Вот Если и продвигать будет То будет в меньшинстве Вот такой человек Или такая группа Лиц Поэтому Нужно что-то делать самим Вот Давно известно Что жизнь изменяет лучшему Те кто в этом заинтересован Что могут сделать рабочие Неужели ничего не могут сделать Неужели они вот должны ждать Когда вот С неба упадет Не упадет Это с неба Рабочая партия России Нашла Путь К решению этой задачи Значит Опять по опыту Мы ничего не изобретали Вот российский рабочий класс Вы помните Открыл советы Как организационную форму Диктатура патриата Не Ленин это изобрел Но Ленин это осознал И это было вставлено Вот мысль о том Что советы Это организационный форум Диктатура патриата В программу партии Вот Наш рабочий класс Открыл форму Введения Сокращенного рабочего дня Именно эту форму Открыли Именно Докеры Ленинградские Когда Проводили забастовку Несколько лет назад В виде Сокращения рабочего дня По сравнению с тем Что было у них принято То есть Они вводили Они работали Меньше времени Сохранялась заработная плата Значит Предпринимателям Всегда Нависала угроза того Что Нажим Может быть сильнее В таком режиме Бастовать Можно было достаточно долго Потому что Хотя рабочий Заработный Заработный Латвий Скратился Но незначительно Докеры умудрялись И в это время Выполнять нормы Появилось Свободное время Им самим-то понравилось Между прочим То есть Вот Как можно делать Можно ввести Бессрочную забастовку В виде Работы В течение Меньшего количества часов Это и будет Введение Сокращенного Рабочего дня И вот Рабочая партия России Всем это рекомендует Делать Но Можно так ввести А можно Значит Соответственно Выставить это требование Но в какой форме Нужно Разработать Коллективный договор В котором включить Такую норму И борьба За такой коллективный договор В виде Забастовки С сокращением Рабочего дня И будет Как раз Формой Прекрасной Ну Хотите Чтобы мы Прекратили Забастовку Но принимать Это наш коллективный договор В котором записано Шести часов Вообще Не хотите Принимать Такой коллективный договор Ну тогда мы Бастуем Работай По шесть часов И так и так Рабочим Хорошо Значит Они выиграют И когда Предприниматели Привыкнут Мысли Что Шесть часов Работать нормально И когда Дмитрий Анатольевич Увидит Что При шести часов Рабочем Дне Показатели будут выше Не только в новозеландской фирме Там За океаном Индийским А в России будет Повсеместно Вот тогда можете Правящий класс Пойдет на некоторые уступки Рабочий сумеет Это узаконить Но сначала Надо за это побороться Сначала надо Придать этому Широкий характер А потом будет узаконение Вот я поэтому Показываю Что работа такая Начатая Вот видите Коллективный договор Этот проект составил Валентин Владимирович Карвид Используя Используя Опыт Лучших коллективных договоров Но не в одном Даже лучшем коллективном договоре Даже Договоре Составленным Профессоризмом докеров Норме А шести часов Рабочем не было Как это записано У Карвид И как можно делать Для всех Товарищей Кто Этим путем Пойдет Значит Смотрим В разделе В разделе Рабочее время Раздел 4 Рабочее время И время удовольствия Проекта записана Норма 4 пункт 4 12 В течение первого года Действия коллективного договора Осуществляется подготовка К переходу Со второго года К семичасовому рабочему дню Без уменьшения зарплаты А в течение второго года К переходу С третьего года К шестичасовому рабочему дню Без уменьшения зарплаты Что будет способствовать Комплексному улучшению Условий труда работников Стимулированию Их высокопроизводительной работы И улучшению Показателей деятельности Общества Прекрасные нормы Прекрасные нормы И вот я рекомендую И рабочая партия России Рекомендует Всем борющимся Профсоюзным организациям Включать Такие нормы Можно что-то и получше придумать Давайте это Сделаем Потом обсудим В проектах коллективных договоров И вести борьбу За такие проекты Путем работы Во время забастовки С сокращением Рабочего дня И вот тогда Не надо будет Надеяться Что кто-то Медведев Или кто-то Обеспечит Тот будущее Которое не собирается Внедрять А рабочий класс Свою собственной Организованной борьбой Улучшит себе жизнь И это сделать Можно достаточно скоро Потому что Как говорит Вся современная наука Предпосылки Для сокращения Рабочего дня Не то что до 60 часов А до 3 часов Уже назрели Дело в том Что капиталисты Не хотят Использовать Эти предпосылки Для улучшения Рабочего класса Тогда рабочий класс Должен сам Добиться их использования Чтобы улучшить Свою жизнь И рабочий класс И этого добьется Вот в этой борьбе Я желаю Товарищам Успехов Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok